здравствуйте дорогие друзья меня зовут ирина и вы на моем канале запасные крылья на моем канале я рассказываю о том как я похудела на 94 килограмма и укрепила мое здоровье сегодня я решила целиком сделать день на растительном белке ну такой вот веганский постный день можно сказать а вы знаете я иногда просто даже делаю в обычное время не только вот во время поста бывает такое но и в обычные месяцы то есть в любые мне иногда нравится ну как бы дать организму отдых от животного белка от самого белка я конечно никогда не отказываюсь потому что он нам необходим но вот сегодня я хочу целый день сделать вот такой вот который без животного белка будет у меня день отдыха такой значит а я свою кашу модернизируя в такие дни я не кладу обычное молоко а кладу кокосовое молоко в этот раз вот я вам показывала у меня не молоко а кокосовое сейчас подвину свою кашку дорогую у меня кокосовые сливки я решила ради эксперимента купить кокосовые сливки и они у меня калорийность на практически такая же моей каши получилось потому что посмотрите здесь у нас калорийность выходит на одну столовую ложку 60 килокалорий то есть получается а я обычно кладу на 100 миллилитров молока то есть то же самое получается тоже 60 килокалорий то есть у меня получается разница никакой но кокосовое масло я уже не клала кокосовое масло потому что я не вижу в этом смысла здесь же тоже в сливках есть кокосовое масло и поэтому у меня каша она получилась менее калорийная чем обычно значит что я туда положила я вам сейчас расскажу я взяла 35 грамм моего геркулеса моих смесей вы знаете мои смеси там намешано у меня много всего и семена льна и всевозможные там виды геркулесов всевозможных и отруби и все потом 9 грамм значит вот этих вот кокосовых сливок это у меня 183 килокалории 300 миллилитров воды и корицу корицу я все меня корица в зайца побегается всегда горит сыплю она у меня и внутри еще сверху я посыпаю ну я много корицы сыплю у меня организм и очень любит как бы в последнее время вот как полюбил так и не разлюбливает пока я думаю ну и не буду ничего менять зачем если ему хочется и 183 грамма банана это у меня такой большой при большой бананище был на обычная кладу где-то один банан и одну треть сегодня у меня мне не захотелось у меня есть и яблоки груш но что-то мне не захотелось изюм не хочу да и вот я решила просто побольше банана взять взяла огромный такой бананище и того калорийность моей каши сегодня у меня получилось ниже чем обычно 348 килокалорий вот смотрите значит порция моя ну как обычно она у меня получается на 480 500 с небольшим грамм получается моя каша по вкусу очень вкусная для меня этот вкус привычный то есть он мне не сделал кашу ничем как бы никакой особенной то что нет молока то там а есть кокосовые сливки потому что я всегда кладу в кашу кокосовое масло нерафинированное и поэтому мне этот вкус он как мне ничего не изменилось кроме того что сегодня вот я буду отдыхать от животного белка и в обед вот в ужин конечно я постараюсь особенно вот в обед сделать что нибудь растительное белковое такое вот знаете прям чтобы там как можно больше было белка потому что я приветствую отдых организма но не приветствую отказ от белка потому что белок очень нужным необходима растительный белок я считаю день растительного белка это вообще для организма только пользу я их делаю правда не часто но когда делаю вы знаете ведь главное когда ты вот что-то такое делаешь для организма не просто что ты это ешь а это еще моральная сторона важно то есть я себе говорю боже мой сегодня мой организм отдохнет какая я молодец ну что-то такое подпитка такая знаете моральная когда ты делаешь что-то и знаешь что это делаешь ну как будто это осознаешь что-то я сегодня это сделаю для своего здоровья подарок то настроение вообще целый день хорошие поэтому с кашей мы закончили теперь будем ждать у меня постный вегетарианский обед белковый и друзья мой веганский или постный обед можете называть как хотите вот это знаете в мисочке решила сервировать из деревянной ложкой потому что это у меня тефтели из фасоли с лечо это еда на скорую руку я объясню почему то есть это делается очень быстро и тефтели получились кстати очень такие красивые хорошие целенькие вот я вам сейчас покажу одну выковырю то есть вот такие вот тефтели получились вот это у нас тефтели из фасоли вот я вам расскажу как я это делала на самом деле все очень просто и очень сытно и очень вкусно и подливка смотрите какая густая я его ее загущаю как я вам уже говорил псиллиумом его на 3 миллиграмма уже когда все готово в соус и получается такая аппетитная я люблю когда подливка она такая достаточно густая смотрите как все просто я взяла 300 грамм отварной фасоли она у меня всегда хранится в морозилке то есть никаких проблем но я с утра достала чтобы она разморозилась до отварила 200 грамм белого риса вот в этом случае в случае вот этой еды обязательно поскольку мы яиц не кладем никакой животной пищи мы не кладем поэтому рис нужен белый для клейковин для клейкости чтобы он склеил эти фасолевые алкну вот эти вот ежики тефтели эти поэтому тут обязательно именно белый рис и 165 грамм овощей морковь лук это мы все на на мелкой терке трем и делаем фарш такой замешиваем и благодаря рису он конечно склеивается вот эти шарики они такие красивенькие получаются я вот вам фотографии покажу я сделала специально знаете поэтапно как я все это готовила потому что так красиво познаете вот приготовление тефтели она эстетически красивая да мне нравится поэтому я сначала хотела просто сготовить а потом подумал ну нет обязательно сфотографировать чтобы вы примкнули к этой красоте которая получается когда у меня вот сотейник зеленый фасоль получается такие атлетки бордовые вот лечо оно такое красное жизнерадостный цвет такой я леплю шарики вот из этого леплю шарики добавляю туда на чуть-чуть совсем соли и перца а ну как фарш фарш леплю шарики и раскладываю их красиво в сотейнике так вот раскладываю раскладываю потом я беру лечо вот это тот случай когда консервы они очень на руку потому что этот рецепт быстро я все это измельчила все это вместе с луком с натертым все и с рисом я измельчила все это блендером то есть это все делается на самом деле одну минуту я вот дольше рассказываю потом я делаю соус которым я буду заливать мои ёжики я в мисочку я в мисочку кладу 300 грамм лечо наливаю 300 миллилитров воды и 50 грамм томатной пасты и кладу специи сушеный чеснок и черный перец сушеный сушеный лук и две таблетки сахарозаменителя я положила на стевиазид то есть у меня таблеточки такие то чтобы было такое сладко знаете солено кислый это такой вкусный получается и еще я всегда для густоты и для клетчаткости я добавляю всегда в такие вот соусы еще репчатый лук порезанный то есть еще у меня 100 грамм репчатого лука и у меня получилось из-за лука он тоже загущает в некотором роде и получилась пока еще не сильно густая подливка такая даже сказала жидкая подливка я ею заливаю эти тефтели и ставлю и ставлю он или в духовку или на огонь в данном случае я поставил просто на плиту объясню почему все ингредиенты этих тефтели они готовы все там уже все приготовлено поэтому просто нужно было чтобы это все закипело и соединились как бы запахи вкуса ну как бы так потому что это все уже ему можно было уже и так бы есть теоретически вот поэтому я делала это на плите калорийность а потом в самом конце когда я вот уже практически снимаю я чуть-чуть сыплю псиллиум и размешиваю и сразу он мгновенно на глазах густеет получается густой соус получается калорийность вот этого чудесного блюда посмотрите здесь и белый рис я подчеркиваю 54 килокалории на 100 грамм я очень внимательно слежу вот в такие дни которые разгрузочные от мясных белков а когда я использую только растительные чтобы их было в достатке поэтому я вот использую фасоль все вот в таком разрезе а теперь посмотрим на мою порцию это 550 грамм вот этих ежиков с подливкой это 297 килокалорий и 5 грамм я налила масло авокадо я масло обязательно наливаю потому что масло препятствует застаиванию желчи в организме да и вообще как говорится у меня сегодня веганский такой день очищающийся у меня сегодня день постный поэтому постное масло но как бы сюда очень даже в тему и общая калорийность у меня получилось 342 килокалории вот обратите внимание это калорийность хотя блюдо сытно и с белым рисом и здесь белковое блюдо из-за фасоли а но вот калорийность его ниже моего обеда сегодняшнего он ниже чем обычный мой обед когда я использую какие-то мясные блюда вот в чаще всего курицу то есть это ниже калорийность получается но это очень питательно очень сытно и знаете я такие дни очень приветствую они у меня правда не часто скажу сразу но я их приветствую в том плане что действительно ведь мы все знаем что животный белок дольше переваривается на тяжесть желудки дольше создает а растительная пища конечно она намного легче и я всегда вам напоминаю и себе напоминаю не только вам я всем напоминаю и себе в первую очередь чтобы лучше всего вот в обычной жизни чтобы 50 процентов белка ваш организм поступало из растительных источников поэтому а вот дорогие друзья мое веганское или постное чаепитие но у меня вообще-то чаепитие всегда получается веганское потому что я как правило чай с финиками пью нет хотя нет 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 я зря так сказала иногда бывает зефир пастила там белок то есть нет не всегда но вот я люблю вот такие вы знаете мою как бы приверженность мульти еде и я стараюсь как можно больше вот каких-то собратья минералов витаминов и поэтому я стараюсь вот чтобы у меня были разные сухофрукты я сухофрукты как вы знаете обожаю и сегодня чай я заварила клубничный там вот сверху плавают какие-то такие ошметки это не ошметки там кусочки каких-то ягод там что-то такое у него такой запах приятный не знаю почему сегодня захотелось вот клубничного чая потому что вот я честно скажу такие дни люблю когда белок я беру мне правду то не не часто и потому что за ним надо ну следить за этим днем чтобы весь день такой был незамутненной животным белком но такие дни я люблю как-то вот знаете я чувствую какую-то легкость такой даже как моральную легкость что ли как люди во время поста я думаю что так они ощущаются что у меня здесь что мы имеем это киви сейчас я скажу сколько я записала все киви 74 грамма груши это половинка груши 73 грамма финики 17 грамм и изюм 15 грамм значит я человек особенный необычный я ем с кожурой с вот этой волосатой кожурой и их как следует сильно мою под водой щеткой так тру а потом еру с кожурой вот знаете вот все на меня кто смотрит плюются а меня этому научил откинс вот помните я вам всегда говорю что нет никаких вещей которые вот на первый взгляд кажутся плохими плохими остаются нет не так когда посмотреть на это поближе повнимательнее рассмотреть то обязательно вы увидите что-то хорошее в этом и вот откинс мне тогда ударил по печени по желчному у меня была горечь во рту страшные боли в правом подреберье но я месяц на нем продержалась ничего не нарушала ела то как полагается жир и белок ну практически не ел ничего кроме дайкона и помидоров ну так что такое и после этого но это было в 2006 году давно и после этого я всей душой полюбила клетчатку то есть вот откинс он научил меня родину любить любить клетчатку и я стала у меня маятник качнулся вот чем опасны вот такие вот знаете голодания углеводные и потом у меня маятник в обратную сторону качнулся и я начала все есть тогда с кожурой вот картошку стала тоже не чистить и вот вообще все и киви я тоже подумала что в кожуре же у многих фруктов овощей содержится все самое полезное и я стала есть узнать первый раз когда я откусила эту волосатый бачок у меня было какие-то странные как будто хомяка ешь такое чувство было но потом я привыкла а сейчас вообще привыкла мне нравится она такая упругая хрустящая она хрустящая кожура кстати у киви никто ж не ел наверняка это я вам открываю америку же наверняка но я это люблю и вот смотрите здесь представлены и калий магний и все микроэлементы и все что мне нужно и я с удовольствием сейчас вы знаете какая калорийность у меня вышла сто пятьдесят семь килокалорий вот и я с этим клубничным чаем сейчас это откушаю получу огромное удовольствие и ужин у меня будет чудесный сегодня тоже такой знаете очень полезный очень вкусный тоже но абсолютно вот вегетарианский я бы даже сказала веганский а не вегетарианский или другими словами постный да так что вот пойду пить чай пока не остыл дорогие друзья полюбуйтесь завершение моего веганского постного дня вы полюбуйтесь какая красота это мой ужин нет вы только на это посмотрите это просто прям натюрморт шикарный у меня осталось вот от обеда тефтели остались и вы знаете вообще хочу на эту тему сказать у меня некоторые спрашивали ем я ли я иду на второй не только на второй на на третье у меня супы например я часто варю большую кастрюлю моего супер полезного мульти суп он шикарный там и курица много-много курицы я кладу чтобы он был белковый такой суп полезный и много всех овощей ну какие только есть я туда все и кладу включая сельдерей то есть у меня суп мульти суп варю очень мало овоща то есть чтобы они были такие до полуготовности и я суп такую варю как минимум на три дня и вот у меня когда остается еда вот если бы меня на завтра остались лепоследние тефтели из фасоли а если у меня и на завтра опасался бы и завтра доел а что здесь такого я ничего такого здесь не вижу и вот смотрите у меня от иначе осталось вот как раз вот эти вот чудесный тебе теле из фасоли я отварила перловку я уже вам говорила что я больше всего люблю перловку которая называется голландская крупа У нее нет, она немного рафинированная, но не сильно, не полностью. И у нее нет того, вот знаете, кто не любит перловку из-за привкуса. А у нее он как бы приглушен, его как бы и нету. И мне она вообще нравится. Она такая вот какая-то упругая такая. Я люблю вот эту вот голландскую крупу. Она тоже варится так же, 1 к 4. Значит, перловка, ну и свежие овощи. И я сюда полила, поскольку мне нужно, у меня, вы видите, веганский день. Он получается постный день. Он получается ниже калорийность. Это ужин, я хочу заметить. А у меня здесь перловка. А калорийность получается низкая. Поэтому я налила сверху 10 грамм масла авокадо на овощи, на тефтели и на перловку. Потому что я не хочу даже вот в такие дни опускаться, ну как бы сделать все разгрузочные дни. Я это не люблю. Я хочу соблюсти свою калорийность. У меня сегодня получилась калорийность где-то 1350-1370. Ну как-то вот так и я прикинула на глаз. Вот это еда у меня. Перловка 175 грамм. Масло авокадо 10 грамм. Тевтели 390 грамм. Тевтели, вы помните, это из фасоли. И овощи 125 грамм. Вот перец, огурец и редиска. Итого получилось 494 калории. Я так и планировала на 500 калорий. Он чтобы у меня был ложен. Чтобы как раз вот соблюсти мою калорийность. И вот я вам хочу сказать, что эта еда очень вкусная. Но тут вот я еще раз повторюсь. Хотя, понимаете, я снимаю это по отдельности, эти кубики. А тот, кто слушает целиком, у меня иногда повторы идут. Это я не нарочно. Просто я иногда не помню, что я говорила. Ну допустим, это утром. Так уж досконально. И поэтому так и повторы и получаются. Но вот я еще все равно раз повторю. Что очень важно следить за белком. И поэтому я очень и в обычной жизни, и тем более, когда у меня постные веганские блюда, я слежу за белком. И у меня получается, это еда питательная, мультивитаминная. Я все туда кладу. Вот что только могу. Какие только могу овощи. Ну, которые, конечно, подойдут сюда. Вот. И я считаю, что это не просто еще вкусная еда. Посмотрите, ну какая красота. Ведь это же приятно, когда ты такую красоту-то ешь. И вот сегодня у меня прошел отличный день. Ну, ем я, как всегда, вы знаете, мои порции. Но тем не менее, все-таки вот я чувствую некоторую легкую. Может, это, конечно, у меня самовнушение, кто знает. Но я считаю, что в эти дни, когда я разгружаюсь от белковой еды тяжелой, я себя чувствую. Мне так вот кажется, что легче. Вот честное слово. И я заканчиваю этот день с хорошим настроением. А теперь я буду до конца дня чаи гонять свои фруктовые, как Патрик Джейн. Буду всякие. Я вот купила, я вам говорила, разные чаи ароматизированные всяким там разным. И я буду, знаете, не то чтобы ароматизированные, а вот те, которые с лепестками роз. Мне нравится запах роз, поэтому я и чай с розами пью с лепестками роз. И я буду разные чаи заваривать, пить. А если у меня чувство голода будет, вы помните, что я делаю. У меня есть еще запасной вариант. Это выпить стакан псиллиума. Ну, не стакан, конечно, а там чайная ложка. На стакан воды получается такое желе густое. Его надо быстро пить, потому что оно застывает быстро. И вот когда мне хочется есть, я 8 часов выпиваю вот этот вот стакан. Калорий там нет. А зато вот это густое желе, эта целлюлоза, она заполняет желудок. И вообще он полезен псиллиумом. Это как клетчатка, которая для перистальтики полезна. Вот. И поэтому голода у меня уже точно не будет после такого шикарного ужина. Я довольна сегодняшним своим веганским днем. У меня даже настроение целый день такое ровное, хорошее, веселое настроение. И я сегодня еще тренировалась. Такое удовольствие получила, боже мой. Я очень-очень-очень рада. Вот я сейчас начала только уличные тренировки. Что я вот несмотря на YouTube, все-таки вот моя жизнь резко изменилась, когда я пришла на YouTube. Потому что я раньше очень активно была, занималась вот своей ходьбой 2 раза в день. А YouTube меня приковал к дивану, честное слово. Потому что вот это бесконечный монтаж, вот это, вот это. Это занимает столько времени, перекачка на YouTube. То есть это у меня как бы стала сидячая работа, офисная работа стала. И я, конечно, стала меньше тренироваться и тренировалась по квартире. Все-таки это не та интенсивность, конечно, когда на улице с горки на горку там лестница у меня. И я вот с таким радостью оттренировалась. У меня был сегодня восторг просто, знаете, утром я тренировалась сейчас. И у меня было такое настроение, знаете, вот приподнятое, оно сохранилось до сих пор. Из меня вот эти эндорфины просто во все стороны разлетались, сыпались. Было столько много их у меня. И я с радостью отметила, что я не потеряла свою физическую форму. То есть меня это очень сильно порадовало. Я боялась, что я... Ну, я свой маршрут, я его знаю вот и до, и я прям его пробежала. То есть я нет нигде, ничего у меня никаких изменений не было. И время практически такое же. Ну, чуть-чуть с отставанием, но практически такое же. И поэтому у меня вот такой сегодня день во всех отношениях получился. Такой позитивный-позитивный, очень удачный день. А в конце, дорогие друзья, как всегда, моя любимая аффирмация. С каждым днем моя жизнь чудесным образом становится лучше и лучше во всех направлениях. И всем вам я желаю, чтобы ваша жизнь также во всех направлениях каждый день менялась в лучшую сторону. Пока!